Завершающий доклад нашего технологического потока. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Вадим Доброванов. Я хочу прочитать вам доклад про полнотекстовый поиск. У этого доклада есть небольшая предыстория. К нам не так давно приезжал Степан Овчинников из Интерволги. И в качестве прощания он нам оставил список своих пожеланий. В этом списке среди пожеланий было в том числе «А когда у вас будет поддержка Match Against в вашем URM? Когда мы сможем использовать полнотекстовый поиск?» Я тогда удивился, как это мы уже год его используем. Но потом понял, что мы-то знаем, а партнеры еще не знают. Поэтому и появилась мысль прочитать такой доклад. Итак, почему вообще возникла мысль, что нужно что-то делать с полнотекстовым поиском? Как вы знаете, у нас уже достаточно давно существует наш собственный модуль поиска. Он умеет искать по многим сущностям, сквозным поиском, с поддержкой стемминга. И работал он достаточно давно и, в принципе, приемлемо, хорошо. И, кроме того, у нас по отдельным сущностям везде есть фильтры. Если вы посмотрите на нашу админку, вы там увидите множество фильтров по значениям полей. Если вы посмотрите на публичку битрикс24, вы увидите множество фильтров в CRM, в задачах и где угодно. И это у нас все достаточно работало. Почему же появилась вообще потребность что-либо изменять в поиске? Ну, работало все и так хорошо. Поиск ищет везде со стеммингом, фильтры ищут точно по всем атрибутам, которые предусмотрел разработчик, да еще и плюс по связным сущностям. Потому что всегда можно заджоинить какую-то еще табличку, еще и там поискать. Но появился некий новый польский сценарий работы с поиском, некий новый польский опыт. Что же это за опыт? Ну, конечно же, это наш новый фильтр. И в этом фильтре, помимо атрибутов, где мы ищем точно, или там по подстроке, появился еще произвольный поиск. Та самая строка, где пользователь может набирать какие-то произвольные комбинации символов. И вот это уже должно быть поиском. Чем характерен такой поиск, такой новый сценарий? Прежде всего, он должен быть поиском в конкретной сущности. То есть, если у нас раньше был сквозной поиск по всем сущностям, то теперь мы хотим, чтобы пользователь, находясь в списке сделок, искал конкретно в списке сделок. Ему-то с пользователем так удобнее и понятнее. Кроме того, пользователь хочет не просто искать по названию, он хочет найти все сделки с определенным статусом и уже потом уточнить по названию какую-то сделку. И этот поиск должен быть действительно интерактивным, как мы говорим, на кончиках пальцев. То есть должен быть очень быстрый отклик от такого интерфейса. И кроме того, наш модуль поиска, как вы знаете, представляет результаты в виде сниппета, который имеет, ну так скажем, не очень привлекательный вид. И главное, этот вид сниппета не очень зависит от той сущности, где найдена информация. Мы же хотим, чтобы если искались лиды с пользователем в списке лидов, то и результатом поиска был список лидов. То есть тоже привычное представление, которое существует без фильтрации, без поиска. Итак, перед нами возникла задача. Нам нужно существенно ускорить поиск, изменить поиск, скрестить поиск с фильтрами. Как мы это можем сделать? Первый вариант, естественно, который пришел к нам в голову, это интегрировать текущий наш модуль поиска с фильтрами по сущностям. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что не так просто это сделать. Придется очень широко расширить API поиска. Но это не самое главное. Главное, что он все равно не стал быстрым. То есть как он был медленный относительно от того, чего мы хотим, так он медленно и остался. Другой вариант перейти на внешние поисковые системы, такие как Sphinx и Lucent апачевский. Мы их протестировали. В принципе, эти системы хорошо индексируют по атрибутам, по тексту, приемлемый отклик дают. Но оказалось, что очень сложно скрестить результаты этого поиска во внешней системе с представлением в списке, потому что нужно все-таки еще дополнительно по каким-то атрибутам фильтровать. Например, если пользователь добавил в лиды какое-то пользовательское поле, типа текст, оно само не появится в новом индексе в том же Sphinx. Нужно все обязательно переиндексировать. А сейчас он имеет возможность по нему просто фильтровать списки. Не получается тоже скрестить. Еще одна причина. Мы целились прежде всего в облако B324. И там нам нужно строго разделять данные клиентов, чтобы никаким образом кпшка одна не получила доступ к данному кпшке другой. Это означает, что что в Sphinx и что в Lucent нужно было бы делать десятки и сотни тысяч индексов. И у нас возникли совершенно справедливые опасения по поводу вообще, как это может работать в производительности и поддержке всего этого и так далее. В итоге мы рассмотрели вариант полнотекстового поиска MySQL. Тоже его тщательно протестировали. И, кстати, и по наводке партнеров, которые к нам раньше приходили, спрашивали, почему вы не используете полнотекстовый поиск, он такой хороший. Мы посмотрели на него. Да, действительно, он хороший. Его вполне можно использовать. Давайте же поговорим, что это такое, что это за зверь, что он нам дает. Ну, прежде всего, это штатный механизм MySQL. Индекс может строиться по текстовым полям. Это может быть одна колонка в таблице, либо связанный индекс по сразу нескольким колонкам в таблице. Чтобы построить индекс по содержимому поля или нескольких полей, MySQL разбивает колонку, содержимое колонки на так называемые слова или токены и заносит их в отдельные таблички для построения так называемого обратного индекса. Обратный индекс — это табличка из слов, которые ссылаются на документ, в котором они находятся. Это называется обратным индексом. И когда мы используем оператор поиска по полнотекстовому индексу, MySQL автоматически прозрачно присоединяет эти таблицы к запросу, ищет в них. То есть для разработчика использование выглядит совершенно прозрачно. Это очень удобно. И MySQL заявляет, что поиск возможен как на естественном языке, то есть как будто мы с Google или Яндексом общаемся, или в режиме boolean, когда мы строим точные запросы с какими-то параметрами. Как мы можем использовать индекс? Для этого существует оператор match against. У него есть модификаторы, которые позволяют как раз нам сказать, что мы можем искать, хотим искать на натуральном языке, на естественном языке в режиме boolean или очень интересный режим with query expansion. В этом режиме MySQL делает два запроса к поисковому индексу. Сначала он ищет по первому запросу, находит записи по нему, и потом во второй запрос подставляет строчки из первого. Таким образом получается, что мы сильно расширяем область поиска. Подробно со всеми возможностями вы можете, конечно, в документации ознакомиться. Но вот я ключевые особенности выписал. Запрос примерно так и выглядит. Мы пишем обычный select, где в качестве оператора используем match against. В match мы указываем колонку или колонки, по которым построен индекс. При этом должно быть обязательно соответствие. То есть мы не можем сделать match по колонкам, по которым не построен индекс. И мы не можем сделать запрос match по двум колонкам, если по ним не построен связанный индекс по обеим. Потом идет часть оператора against, где мы пишем нашу лидерную строчку, которую мы ищем, а дальше идут модификаторы. То есть выглядит вполне просто. Что выделить можно в использовании? Во-первых, при индексации, при запросе на натуральном языке MySQL сам сортирует результат. Он подсчитывает релевантность результата на основе контрастности. Он берет искомое слово, датабейс. Во-первых, он смотрит, насколько часто оно в искомом документе встречается. И во-вторых, насколько редко это слово встречается в общей массе документов. Это так называемая контрастность. На основе контрастности он автоматически сортирует результаты, если не оказыван order by. Есть, как я уже говорил, двойной поиск с расширением результатов. Следует подчеркнуть, что поиск по умолчанию регистр независимый. Если вы хотите, чтобы поиск был регистрозависимый, то вы должны на колонку индексируемой повесить бинарный коллейшн. Тогда, соответственно, поиск тоже будет бинарный. И в качестве ограничения, в качестве экспрессиона, вот как у нас датабейс здесь красненький, может использоваться только константа, только литерная строка. Поиск по колонкам не имеет смысла, потому что он как раз в индексе ищет литеры, а не содержимое колонок. Подробнее поговорим о режиме boolean, потому что именно он нас интересует в качестве имплементации нашего умного фильтра с поиском. В этом режиме можно использовать дополнительные параметры. Плюс, минус, это обязательно должно быть или обязательно не должно быть. Или, это когда нет оператора. И служебный оператор и специальный дистанц, управление релевантностью. Можно группировать условия в этом режиме. И использовать маску. Я привел примеры справа запросов из документации MySQL и пример запроса. Вот типичный запрос может выглядеть так. Тот же match, но теперь мы уже в boolean mode его пишем и используем операторы плюс MySQL для того, чтобы обязательно было слово MySQL в нашем индексе и минус MySQL, если мы не хотим, чтобы в документах попадалось это слово. Другие примеры. Apple, банана. Будут найдены документы, где есть или Apple, или банана. То есть здесь по или объединение. Плюс Apple, плюс Juice. Только яблочный сок будет найден и ничего больше. Apple, Macintosh. Будет найден документ, где обязательно есть слово Apple, а Macintosh может быть либо не быть, но если он есть, то он повысит релевантность. Плюс Apple, минус Macintosh, значит Apple должен быть, а Macintosh точно не должно быть. Здесь на экране очень хорошо видно, но там тильда на самом деле. Плюс Apple, тильда Macintosh. Это значит, что Macintosh может быть, но если он там встретится, то он даст отрицательную релевантность документа, то есть будет понижен в выдаче. И дальше уже более сложные конструкции с угловыми скобочками и с круглыми скобками. Это значит, что мы хотим найти документ в сочетании Apple Tenova или Apple Struge, причем обязательно. Но при этом, если будет Apple Tenova, то релевантность будет выше, а если с штурделем, значит ниже. Нас больше всего интересует оператор плюс, потому что мы его хотим использовать в качестве фильтра. То есть, скорее всего, пользователь будет искать те сущности, где есть это слово. То есть это нормальное ожидание от такого фильтра, от такого поиска. И плюс мы хотим использовать звездочку. То есть мы хотим находить все слова, начинающие с Apple. Потому что когда пользователь будет вводить что-то там вады и и, то, наверное, нужно вадим найти и все остальное, что начинается с вады. И, кроме того, есть возможность искать точные сочетания. Вот сам волос взяты в двойные кавычки. Это значит, что именно в таком порядке именно эти слова должны быть. При этом знаки припинания не учитываются. Когда мы проводили наши эксперименты и решали, можем ли мы использовать массикульный индекс или нет, мы отдельно посвятили исследование производительности, быстродействия. В итоге мы убедились, что решение быстро и даже выигрывает в том, что мы используем сейчас. Почему так происходит? Во-первых, полнотекстовый поиск в MySQL очень существенно оптимизирован. Есть кэширование выборок как выборок, так и на модификацию. Например, MySQL при удалении документа не удаляет слова из индекса, а заносит их в специальную табличку, помечает удаленные слова. Это позволяет не перестраивать индекс каждый раз. Про модификацию документа он опять-таки сначала производит модификацию в кэше в памяти и только потом периодически флэшит это на диск. И это очень серьезно увеличивает производительность. Кроме того, используется partitioning, то есть разбиение на несколько таблиц индекса. Даже у одной колонки в таблице для нее может быть создано шесть индексных таблиц. Это значит, что весь алфавит уже делится на шесть частей и MySQL имеет возможность каждой из частей с разными наборами слов работать в разных потоках. Это тоже сильно ускоряет модификацию. По замерам оказалось, что в зависимости от данных полнотекстовый индекс в режиме boolean с точным включением, с плюсиком, то есть то, что нам нужно, работает быстрее лайка от десяти до нескольких порядков. Это на самом деле очень хороший результат. И кроме того, быстрее нашего модуля поиска в два-десять раз. именно за счет кэширования и партишни. Дело в том, что в нашем модуле поиска сквозной индекс по всем документам. И если используется стейминг, то словарь стейминга тоже сквозной. Там могут быть миллионы записей. И в целом партишни наказывается намного быстрее, когда не только для каждой отдельной таблицы отдельный индекс, но еще и для каждого индекса отдельный индекс, но еще и в пределах одного индекса может быть партиша на несколько табличек. Оказалось, что это быстрее. Ну и в итоге мы сделали вывод, что на основе полнотекстового индекса возможен реальный интерактивный поиск, отклик быстрый, практически в реал-тайме. И тогда мы начали реализовывать, пробовать, делать. И с какими ограничениями мы столкнулись? Ну, самое большое ограничение, с которым вы наверняка столкнетесь, то, что полнотекстовый индекс можно использовать только в NADB с 5.6 и в MySami тоже какой-то там версии чуть-чуть пораньше. Но я надеюсь, что вы MySami в своих проектах не используете. Не рекомендую вам это делать. А NADB только с 5.6. Минимальное требование продукта 5.0. Что же делать? Как же? У нас-то в облаке мы можем на 5.6 поднять, и мы поднимали на 5.6 MySQL. Не только из-за этого, но в том числе и из-за этого мы поднимали MySQL на облачных B3.0.4 до 5.6. Об этом я чуть позже расскажу. Ну и такие ограничения, которые несущественны для нас, потому что мы их не используем. Например, partition tables не поддерживаются. То есть, таблица разбита на несколько датабейсов. Мы не можем по ней индекс построить. И не поддерживаются иероглифы и некоторые кодировки. Иероглифы не поддерживаются прежде всего потому, что MySQL, когда индексирует контент, разбивает слова, ну текст разбивает на слова по непарабельным каким-то символам. Он считает словом только слова алфавитно с цифровыми буквами и подчеркиваниями и еще апострофом. Одним причем. Все остальное считается разделителями. А иероглифы не попадают в категорию разделитель и слов вообще никуда не попадают. Поэтому они предлагают, если вы имеете контент на японском или на китайском с иероглифами и хотите его индексировать, то сами разбивайте его какими-то разделителями, как вы их там видите. И тогда мы уже можем индексировать. Но нам это тоже не существенно. Нам главное, что UT8 поддерживается и минимальная версия 5.6. В итоге мы провели ряд работ, научились сами использовать и вот теперь я хочу вам рассказать, как вы можете использовать полнотекстовый индекс. Прежде всего его нужно создать. То есть вы проектируете какую-то схему данных, планируете куда-то вставить фильтр по полному тексту. Соответственно, вы должны создать колонку какую-то и потом по ней построить индекс. Вот, например, в нашей таблице пользователей мы сделали специальную табличку, сделали в ней колонку, чтобы там был поисковый контент. И теперь по ней мы можем сделать индекс. Вот таким выражением. Create full text index. Имя индекса в таблице по колонке. Мы это делаем в специальных файликах в папочке install модули, там install mySQL, install подчеркивание ft.sql. И затем мы этот файл исполняем в инсталлере модуля примерно таким образом. Запускаем так же как основной SQL файл батчем и смотрим, что если он выполнится успешно, то тогда мы вызываем специальный метод enable full text index для этой колонки и указанной сущности. Почему это так делается? Почему отдельный файл условно выполнение? Это связано как раз с тем, что у клиента может быть mySQL версии ниже 5.6. Если вы такой запрос попробуете выполнить create full text index на 5.5, например, mySQL, то он просто упадет в синтаксической ошибке и скажет, что он у нас суппортит. И все, у вас модуль не поставится. Чтобы этого не было, мы запускаем батч отдельного файла, игнорируем ошибки и только если нет ошибок, мы делаем специальную пометку, что в этой таблице и в этом поле можно использовать полнотекстовый индекс. Эта отметка ставится в базе данных в option-ах и есть метод, который потом проверяет, можно или нельзя использовать полнотекстовый индекс. Такая проверка необходима именно потому, что для mySQL это фатальная ошибка и просто будет выкинуто исключение и проект не будет работать. А почему в отдельном файле это сделано? Во-первых, нам нужно было отделить от основного файла install.sql, чтобы как раз не падало при установке. А во-вторых, это позволит нашему скрипту проверки системы автоматически создавать в том числе полнотекстовый индекс. например, если у клиента было 5.6 и вы его убедили, что полнотекстовый индекс это хорошо, нужно заапгрейдиться на 5.7 mySQL, то потом клиент сможет пойти в проверку системы, запустить скрипт, и скрипт на основе этих файлов сам сгенерирует полнотекстовый индекс. Итак, это самая легкая часть работы. Мы создали индекс. Теперь он у нас есть. Но теперь нам нужно как-то заполнить данные для этого индекса. Можно либо создавать колонки в существующих таблицах, либо делать связанные таблицы с колонками отдельными. Для больших существующих данных я рекомендую создавать именно отдельные таблицы в том же индексных запросах. Во-первых, потому что модифицировать существующие большие таблицы очень тяжело. Это может занимать десятки секунд и минуты. Поэтому, если у вас миллион пользователей в таблице, то гораздо эффективнее будет создать таблицу связки для поискового индекса и постепенно заполнять ее данными, чем пытаться альтерить таблицу на миллион записей. И такой как бы лайфхак. Вы не должны как бы на каждый атрибут, который вы хотите проиндексировать, заводить отдельную колонку. Вы это можете делать, конечно. Но в принципе вы можете на всю вашу сущность, на всю вашу запись создать одну колонку текстовую и в нее конкатенировать все те данные, по которым вы хотите строкой поиска искать. То есть нет смысла писать запрос, где будет матч там или матч там или end матч там. Хотя можно просто все данные свалить в одну колонку и там делать один матч по ней. И в принципе это то, что нужно пользователю, потому что у него в интерфейсе фильтр только одна строка поиска. И он хочет искать по всей записи. Поэтому мы берем существенные данные, где хотим искать, конкатенироваем их через пробел и в эту колонку записываем. Но есть нюанс, очень существенный. Если вы, например, выпускаете свой индекс через обновление вашего модуля, то вы должны понимать, что на одном хите обновления практически невозможно большие данные не заальтерить, не тем более заполнить значениями строчки вновь созданной таблицы. Поэтому и мы у себя сделали, используем, и вам рекомендуем использовать так называемый степпер. Наш индексатор, который работает на агентах. Возможно, вы его видели на битрикс24. Это такой желтый прогресс бар, который бежит сверху списка сущностей. Например, в CRM вы могли видеть его неоднократно, потому что мы его много раз запускали, много раз переиндексировали, то одно, то другое, и он постоянно там бегает, время от времени появляется. Работает индексатор на агентах. Почему на агентах? Во-первых, агенты не привязаны к конкретному пользователю. То есть раньше мы практиковали, что администратор должен зайти на определенную страничку, нажать кнопку, и тогда записи будут проиндексированы. Мы поняли, что это плохой пользовательский сценарий, и мы хотим, чтобы в системе все само индексировалось. Поэтому мы не завязаны на пользователях. Агенты исполняются под любым пользователем. Во-вторых, и это существенно, для агентов у нас уже сейчас предусмотрена блокировка на время исполнения. То есть один и тот же агент не может быть одновременно исполнен два раза, одновременно, ни при каких условиях. Всегда идет последовательное выполнение агентов. Если кто-то исполняет один агент, то ни один другой хит этот агент больше не может исполнить. Для индексации существенно, чтобы не было коллизии, одни и те же данные там многократно не индексировались и на дедлоги не попадали. Что сделать, чтобы воспользоваться этой замечательной возможности? Есть базовый класс BittrexMainUpdateStaper, который, собственно, запускает агенты и предоставляет графический интерфейс, тот самый желтый прогресс бар. Необходимо завести собственный класс наследник, реализовать в нем метод execute, который будет выполнять уже реальную работу в пошаговом режиме. Этот метод execute получает на вход массив, в котором указан текущий шаг, ну, служебная информация, в основном про текущий шаг. И вы ориентируясь на эту информацию, понимаете, что вам нужно проиндексировать записи там с сотой по двухсотую, и после того, как вы это сделали, вы опять-таки передаете обратно данные, что вы проиндексировали до двухсотого шага, это запоминается для следующего шага. На следующем шаге вы получаете уже, что у вас двухсотый шаг. Реальная работа, это значит, вы должны сделать гетлист по какой-то сущности, начиная с указанного оффсета и применить какой-то лимит. Но тут уже вы должны решить. Если у вас сущность маленькая, легкая, то вы можете там пятьсот записей за один шаг обработать. Если же это будет занимать секунды, то вы там можете двести записей только выбрать. И в конце вы должны записать результат, то есть где вы остановились, чтобы потом продолжить. Есть метод в базовом классе GetH2Mail, который как раз рисует желтый индикатор и у него есть особенность. Вот то, что он бежит, этот индикатор, это он на самом деле делает аяксовые хиты на бэкэнд. Но эти хиты не делают реальную работу. Они могут ее делать, если попадают на агента, который реальную работу делает. Но в общем случае они не попадают на агента. Они просто вычитывают из опций текущий шаг и показывают его. Но это дает пользователю как бы иллюзию контроля от того, что вот происходит. Вот он находится в списке и у него перед глазами бежит индикатор. Ему хорошо. Он видит, что 2000 записей проиндексировано и еще 8000 записей осталось. И вот, и в принципе, находясь в этом списке и наблюдая за процессом, он помогает индексации, потому что аяксовые хиты могут как раз проталкивать вперед агентов. В общем всем хорошо. И нам у нас работают агенты и в том числе и от чужих хитов и от этого пользователя. И пользователю приятно, потому что он видит процесс. И собственно последний метод, который вы можете использовать Bind, это когда вы как раз в обновлении захотите запустить этого агента, вы его просто вызываете для своего класса и он автоматически привязывается к агенту и дальше начинает уже работать автоматик. После того, как вы проиндексировали, вы, естественно, захотите получать в запросах данные с того самого полнотекстового индекса. Уже достаточно давно в нашу ремный представитель запросов были добавлены новые операторы. В старом варианте, который был до того, как вот Ваня Чилищ рассказывал, это звездочка. Это значит, что к искомому тексту мы добавляем к словам звездочки и ищем по вхождению слева. Звездочка равно, это когда мы без звездочки строим запрос, то есть точный матч. И еще один специальный оператор, звездочка процент, это так называемый фуллбэк на лайк. То есть, когда вы в своем коде строите запрос, вы как раз вот должны учитывать, какая версия MySQL у клиента. Но так как в принципе дороговато каждый раз просто версию MySQL и дергать и там смотреть, подходит, не подходит, мы уже один раз записали флажочек при установке обновлений и создании индекса, что да, есть такой индекс. И мы можем проверить его. Вот как, например, у нас делается в живой ленте. Смотрим, что ага, если есть фуллтекст индекс и на поле контент, значит, мы используем оператор звездочка. матч пойдет. Иначе мы используем оператор звездочка процент. Это будет фуллбэк на лайк. Я чуть позже покажу, чем запросы отличаются. Но принцип такой, что вместо матча гейнст мы используем старый добрый лайк, который, конечно же, будет работать медленнее, но для пользователя результат будет примерно такой же. Иван в предыдущем докладе упоминал, что мы объектами расширили наш фильтр ОРМный и в том числе появилась там же поддержка match через функции vmatch, vnotmatch и специальный helper match against vlcat, который подготавливает данные для запроса. В принципе, в параметр вот этого оператора вы можете передавать полностью поисковую строку, которую ввел пользователь. В принципе, мы сами разбиваем эту строку на токены, так же, как это делает MySQL, по словам и эти слова передаем уже на поиск. То есть мы сами комбинируем запрос пользователя в слова и токены. Вот так может выглядеть примерно обращение к сущности, если мы хотим искать через полнотекстовый индекс. Ну, знакомый get list, знакомый параметр select, знакомый параметр фильтр и в качестве оператора мы просто используем звездочку. Ничего сложного, всего-навсего, это еще один оператор. И обратите внимание, что используется специальный helper Bittrex main search content. Это класс helper, который как раз немножко помогает строить поисковые запросы. Например, есть функция prepay string token, которая вот получает на вход исходную строку, как-то ее преобразовывает и в итоге в запросе мы получаем вот такую вот неудобоваримую конструкцию. Вместо vat.dum.raph мы получаем enqueue qxz вот. Для чего это? Что это за magic такой? Как вы видите, вот результаты запрос, который наша ORM построила, зелененький. Там как раз есть и match, against и наш исходный запрос в boolean mode. И есть fallback, я специально вывел пример, fallback на like, который будет вызван, если вы проверили то предыдущее условие, это условие если вы проверили и решили, что нельзя использовать полнотекстовый индекс, а нужно использовать like, то тогда запрос будет немножко другой, с лайком более медленный. Итак, что это за prepay string token, почему мы его вызываем? Есть некие особенности по использованию полнотекстового индекса, на которые мы на практике столкнулись с которыми и с которыми вы возможно тоже столкнетесь. Наши пользователи, ну например мы email адрес размещаем в поисковый индекс и он состоит из коротких токенов, например домен первого уровня ru и пользователь ищет по домену ru и ничего не находит. Почему? А потому что по умолчанию в индексе у mySQL минимальная длина слова три символа, а ru это два символа и mySQL просто игнорирует, он не добавляет в индекс эти слова. Чтобы изменить это поведение вы должны во-первых в самом mySQL изменить параметр к сожалению выписывал здесь, но там и на db и token size что-то там и db и ft и token size вот вы его должны установить например в двоечку если хотите двухбуквенные слова а во-вторых чтобы поддержка со стороны продукта была правильной еще и параметры соединения в точка сеть с php установить ft min token size тоже в двоечку тогда у вас все будет работать тогда и во-первых слова двухбуквенные будут попадать в индекс во-вторых мы будем по ним искать не будем их откидывать в том числе и еще одна проблема с которой мы столкнулись это то что пользователь может набрать какое-то common слово то есть обычное слово общеупотребимое and or и оно тоже не будет найдено дело в том что mySQL использует словарь стоп-слов для того чтобы очистить поиск от слов паразитов и вот чтобы избежать этого мы специальным методом при pstrim токен преобразуем исходные слова сдвигом в некие не словарные чтобы потом mySQL их все-таки добавил и мы по ним нашли еще одна техника которую мы используем это поиск по части слова справа это когда мы хотим как бы звездочку слева поставить как я говорю мы можем только справа поставить потому что индекс у нас левосторонний но если очень хочется то можно декомпозировать слова в длине которых мы уверены например номер телефона или email можем декомпозировать на группу других слов со сдвигом например телефонный номер 1 3 4 и так далее можем записать 1234 234 3 4 5 и так далее во всех комбинациях и тогда когда пользователь будет набирать середину номера 567 мы будем находить этот токен в нашем индексе и это будет выглядеть как поиск по части слова рекомендую вы можете использовать эту технику как сейчас променяется ну во-первых он себя хорошо показал полнотекстовый поиск на битрик за 4 облачном множество сущностей сейчас его используют это все сущности crm задачи логи звонков диск будет использовать то что Ваня сейчас делает а в бусе используется поговорка в списке пользователей по пользователям создан индекс и в админке вы можете искать тоже быстро по пользователям ну и кроме того поиск хорошо себя показал в плане нагрузки вот администратор Александр Деминов не даст соврать я его спрашивал специально он говорит что да значительно легче чем наш встроенный поиск никаких проблем они с ним в общем-то не испытывают ну и в итоге хочу вам порекомендовать использовать полнотекстовый поиск в своих разработках рекомендуем проверено работает техника есть способы есть навыки есть наработки есть пожалуйста используйте спасибо спасибо Вадим коллеги мы уже без вопросов спасибо Продолжение следует...